Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Тема дня». С вами сегодня Ирина Чекунова. Мы работаем в прямом эфире. Нам можно звонить по телефону 300-190, задавать свои вопросы. А сейчас представляю экспертов нашей сегодняшней программы. Сегодня говорим об истории Тверской медицины. Тема очень интересная. Итак, у меня сегодня в гостях Марина Евгеньевна Мирошкина, главный врач городской клинической больницы номер один имени Успенского, член общественной палаты города Твери. Марина Евгеньевна, здравствуйте! Здравствуйте! Людмила Александровна Преклонская, сотрудник музея истории и медицины Тверской области, член российского общества историков медицины. Людмила Александровна, добрый день! И протеерей Роман Манилов, директор фонда Екатерина Бакунина, председатель отдела культуры Тверской епархии, член общественной палаты города Твери. Отец Роман, приветствую вас! Здравствуйте! Добрый день! Итак, уважаемые друзья, тему я заявила. История Тверской медицины. Отец Роман, хочется начать с вас. Мы говорили с вами, вы уже были в этой студии, у нас в гостях. Мы говорили о многом. Круг ваших интересов крайне разнообразен. Что привело вас к Тверской медицине, к знаменитым нашим врачам, вообще к истории тех, кто лечит нас много-много уже лет? Ну, Ирина, мы с вами, когда обсуждали тему этой передачи, помните, мы говорили о том, что сейчас продолжается день медицинского работника. Ну, это можно говорить об этом круглый год. Круглый год. Сейчас особенное такое время. И, конечно же, бывают встречи с действующими медиками на современные темы сегодняшнего дня. Но сама история Тверской медицины, вот именно в эти дни, она выходит тоже на очень такой большой уровень, потому что то, что сейчас творится в нашей медицине, та ситуация, которая происходит в России с коронавирусом, вот, конечно же, ее победить и извлечь из нее уроки можно, в лучшем случае, опираясь, конечно, на предыдущий опыт всей российской медицины, как с этими справлялись великие врачи. И, конечно же, очень хотелось бы в эти дни, посвященные медицинским работникам, вспомнить именно тех людей, которые стояли у истоков Тверской медицины, и вообще у истоков российской медицины. И вот, конечно, мы, пользуясь случаем, поздравляем всех медиков еще раз с профессиональным праздником, желаем им здоровья, здоровья их семьям. И не только тем людям, которые сейчас трудятся в красной зоне, да, вот, спасают больных, но и те, кто работает в простых поликлиниках, в простых роддомах, не связаны с лечением коронавируса, на своих участках, которые тоже трудятся в тяжелых условиях, потому что все мы испытываем этот гнет. И сейчас работа медика, наверное, это работа героев. И, конечно же, мы хотели бы посвятить эту передачу именно им. А почему историю Тверской медицины? Мы выбрали такую тему, потому что, ну, вы знаете, что я так являюсь директором фонда Екатерины Бакуниной. Президентом фонда является Михаил Николаевич Калинкин. Это один из ведущих преподавателей сегодня Тверского медицинского университета. Бывший ректор, да, человек, почетный гражданин города Твери. И вот у нас как-то получилось, что фонд Екатерины Бакуниной, в нем очень много вообще медиков. И, конечно же, нам эта тема, медицина, очень интересна. И вот именно сестра Милосердия Екатерина Бакунина, которая, ну, мы называем первой медицинской сестрой России, потому что именно она с великим русским хирургом Пироговым была родоначальником профессии медицинской сестры. И вот через нее мы вышли на очень такое интересное открытие. Дело в том, что ее учитель, друг, наставник, великий русский хирург Николай Иванович Пирогов оказался не просто связанным тесно с Тверским краем, но он оказался Тверским дворянином. — Я от сестра Ивана перебью, вы вышли, то есть у Ивана проведена исследовательская работа, то есть раньше это не было известно? — Не было известно. — И никому, то есть это вообще было под подкром? — Это было под подкром тайны, потому что в одном из писем Николая Ивановича Пирогова я вдруг прочитал такую строчку, на которую, наверное, не обращали другие исследователи. Он пишет своей супруге «Был в Твери по делам своего имения». То есть у меня сразу сработал инстинкт исследователь. Я думаю, как? Значит, у Пирогова было в Твери имение? То есть это удивительный факт. Да, об этом никто не знал. И мы начали, кстати, с Вячеславом Михайловичем Воробьевым, известным нашим культурологом, историком, краеведом, такую исследовательскую работу. И сделали уникальное открытие, что оказывается, великий русский хирург, основатель русской хирургической школы, вообще основатель российской медицины, несмотря на то, что он не жил в Твери, родился в Москве, закончил Московский университет и, конечно же, работал в крупных центрах Москва, Петербурга, Киев, Одесса, участник двух войн. Он не был дворянином. И когда он первый раз женился на Тверской дворянке Екатерине Березиной, то получил в придании имение. А, то есть это как приданное? Да, приданное. И которое самое главное позволило ему внести свое имя и имя своих детей в Тверскую дворянскую книгу. То есть не просто имение. Имение можно иметь в любой губернии, хоть на Сахалине, но он не просто имел имение на Тверской земле, он вошел в состав Тверской генеалогии, он стал тверским дворянином. Он, его супруга, причем и вторая супруга после смерти первой, и все его дети, они тверские дворяне. И мы стали искать, а где же было имение? Это же интересно найти имение великого русского хирурга. По тем архивным сведениям, это был Вышневолодский уезд. Искали в Вышнем Волочке, потому что деревни были названы в послужном списке. Только деревни, название деревень, и все. А, ну и уезд, Вышневолодский уезд. Уезд. Но деревни очень стандартные, там одно селище, другое горки. Таких имений на Тверской земле море. И понятно, что мы в Вышневолодске это имение не нашли, потому что после революции произошло деление другой административной Тверской и Калининской области. И оказалось, имение было найдено под Максатихой, недалеко, 8 километров от этого районного центра. От этого районного центра. Да. Нашли что-то, осталось? Да, вовсе осталось. Остался, к сожалению, только фундамент имения великого русского хирурга, в котором он бывал, занимался этими делами. А потом, поскольку великий русский хирург был очень общественно востребованной личностью, он не мог просто здесь бывать. Ему было не по пути, очень сложно было сюда ездить. Он это имение продал и купил имение вишни на Украине, в Виннице, где и потом провел оставшуюся жизнь. Вот так получается, что великий русский хирург Николай Иванович Пирогов причастен к истории Тверской земли, потому что он Тверской дворянин. А Людмила Александровна, в музее Тверской медицины есть такие данные? Что-то задокументировано о Пирогове? Такие данные, конечно, это открытие от царомана. То есть еще нигде не выставлено нету, да, такого? Но, увы, каким-то образом там отражена деятельность великого хирурга? Да, мы рассказываем о Екатерине Михайловне, как и одной из первых сестер Могосердия, конечно, в первую очередь упоминаем то, что она непосредственно ассистировала в операциях в период Крымской войны и Русско-Турецкой войны. Ее очень ценил высоко Пирогов и вообще называл идеальным типом медицинской сестры. То есть существует идеальный тип, как говорят, да, какими качествами должен обладать человек, чтобы быть врачом, это призвание. Но медицинская сестра вообще медицина, это, наверное, это любовь к людям и умение это делать, да? Но Пирогов очень хорошо сказал, что такое идеальная медицинская сестра. Я думаю, что это относится и вообще к медицинскому работнику любому. Он сказал так, истинной сестрой Милосердия может быть лишь тот, кто свои профессиональные обязанности превратит в духовное призвание жизни. Вот я думаю, что верно, да, вот сказано, Марина Евгеньевна, да? Очень хорошо сказано. Про докторов. Те доктора, с которыми вы работаете сейчас, в большинстве своим соответствуют этому призванию, этим словам? Конечно, конечно, соответствуют. Я работаю в своей больнице уже 40 лет. Главным врачом с 2001 года. Поэтому, конечно, я и поколение встретила, даже мне удосужилось и учиться, и работать с теми людьми, которые были учениками у Успенского Василия Васильевича. Вот об этом еще речь впереди, да? Да, вот. И сейчас, которые врачи приходят, молодежь, мы тоже видим. И вот столкнувшись именно с той проблемой, которая захватила весь мир наш, да, пандемией по коронавирусу, мы увидели, что, да, основная масса медицинских работников, это и врачи, и медсестры, именно пришли в эту профессию по призванию. Не каждый пойдет бороться вот с этим опасным вирусом, зная о том, что это опасно и для его жизни. Но мы видим, какие отзывы идут пациентов о тех докторах, о медсестрах, о санитарочках, которые за ними ухаживают, потому что пациенты в основном тяжелые. Мы видим действительно, что основная масса наших медицинских работников пришли по призванию, по духовному призванию. Именно они готовы спасать жизни. И как это было и в Великую Отечественную войну, да? И вот сейчас наше время, сейчас как на войне. Да, 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 вот я хотела сравнить. Уважаемые друзья, у нас буквально несколько минуточек перерыв, перерыв на рекламу. Через несколько минут вернемся в эту студию, не переключайтесь. Впереди очень интересный разговор. Уважаемые друзья, мы вновь в студии программы «Тема дня». Сегодня говорим об истории тверской медицины. Марина Евгеньевна, в каком году и почему именно первой городской больнице присвоено имя Успенского, тоже известного русского врача. Да, об этом хочется говорить и хочется говорить очень много. В 2002 году было присвоено больнице имя Успенского Василия Васильевича. Это большое было празднование. И почему оно было присвоено? Потому что в 1918 году в Рождественской мануфактуре, тогда была небольшая больничка, стал главным врачом именно Василий Васильевич Успенский. Он построил здания, объединил больницы и возглавил больничный городок. Это тот больничный городок, который мы видим сегодня? Почти тот. Частично, конечно, некоторые здания их нет уже, да. Но в основном это да. Это тот городок, который мы видим сегодня. И есть здания, которые он именно построил. Это инфекционный корпус, это травматологический корпус. Сейчас мы ему дали новую жизнь. В 2014 году по модернизации он был полностью капитально отремонтирован. Это уже новый современный корпус. И Василий Васильевич стал родоначальником всей медицины. Не только Тверской губернии, а нашей российской медицины. То есть именно он один из первых был, который применил переливание крови. И именно с нашей больницы вышла эта служба. Он один из первых применил рентгенологию. Именно из нашей больницы вышли рентгенологи первые и отделения рентгенологические. Но самое главное его достояние – это хирурга. Хирурга, который разработал несколько методик, которыми сейчас пользуется, и есть учебники, и книги, где описаны методики лечения язвенной болезни. Именно операции. Это язвенные болезни желудка и 12-перстной кишки. И к нам стекались вот в нашу больницу со всей России пациенты к нему на лечение. Это как сейчас, вот я Вас перебью, это как сейчас принято ехать в Москву, да, какие-то сложные операции. А раньше к нам, да, потому что у нас были такие личности. Да, и именно в больничный городок. Я даже хочу сказать больше, что у нас была на территории гостиницы, которая называлась «Улькус», это язва с латинского языка переводить. Да, был отель такой, где пациенты с других городов приезжали и могли ждать своей очереди на операцию к Василию Васильевичу Успенскому. То есть там была очередь. Он гремел на весь мир, Василий Васильевич, потому что ему удавалось делать и повторные операции, и уникальные операции. И он был не только великим хирургом, он был великим организатором, умеющим руководить, сплотить коллектив. И был великим ученым. Ведь он без защиты диссертации, ему была докторская присвоена и присвоено звание профессора. Без защиты диссертации, на основании его научных трудов и издания книг, которые он опубликовал. Минуя кандидатскую степень. Минуя, да, сразу? Да. То есть это вот такое впервые. Вот и есть такие вот люди рождаются, да? Это вот что называется от Бога уже. Ну и в то же время был очень доступный для беседы. Его очень уважали, любил коллектив его очень. Он не только вот работал, он и жил в больнице. И все знали, в любой момент можно к нему было обратиться за какой-то помощью. Вот поэтому вот такой вот известный человек, ему достойно, нашу больницу достойно носить вот это вот звание, это имя. Тем более, что, да, это уже, это нужно соответствовать. Это нужно соответствовать. И мы стараемся, конечно. И когда приходят молодые специалисты, мы об этом обязательно говорим им, что вы не просто в больнице работаете, а в первой городской, которая была во всем первой и носит имя такого знаменитого ученого, организатора, хирурга. И поэтому воспитываем в них патриотизм молодого поколения. Вот в прошлом году, в 2019-м, мы всегда празднуем как бы день рождения нашей больницы в день рождения Успенского, 22 декабря. И в 2019-м году нам исполнилось 145 лет. И мы всей больницей очень так торжественно, вот отец Роман у нас присутствовал на торжественном собрании, праздновали вот этот юбилей образования нашего больничного городка. И много наград получили наши врачи, медсестры, сотрудники больницы. Мы создали фильм такой интересный очень. Об Успенском. Об Успенском, просто о нашей больнице. И о больнице. О жизни нашей больницы, да. Об отделениях, которые у нас в больнице есть. Потому что она особая такая больница. У нас и тормотологический корпус. Мы делаем операции по эндопротезированию коленных и тазобедренных суставов. Мы лечим больных в челюстно-лицовом отделении всей области. Мы лечим всего города Твери больных в лороотделении. Инфекционный корпус, где мы лечим тоже больных инфекционных всего города Твери и Тверской области. А на сегодняшний момент, в связи с этой ситуацией, которая у нас сложилась в стране и во всем мире пандемии, у нас в тормотологическом корпусе, он очень хорошо соответствует инфекционный открыт госпиталь на 70 коек, где мы лечим больных с ковид-мнемонией. То есть непосредственно с вирусом. Да. Вирус сталкиваетесь непосредственно. Ну, война. Война, да. Я хотела узнать у Людмилы Александровны, вот такие имена, вот отец Роман, да, это, значит, пополнится экспозиция музея. Как сейчас? Вы скажите жителям нашего региона, где музей находится? И я знаю, что ему уже 50 лет, да, даже больше, да? В прошлом году он отмечает 50 лет. Да, даже более. Просветите. Ну, во-первых, хочу сказать, что наш музей, это первый музей вообще в стране медико-клинический. Да, этого не было, слушайте, уважаемые друзья, она просто впереди планеты всей. В 1969 году он был открыт. Создавался этот музей в течение 10 лет. Собирались предметы все музейного назначения. То есть тогда наши руководители области, в частности, Георгий Степанович Мазанов, который возглавлял облздравотдел, он, работая в архивах, открыл для себя очень интересные документы еще земского периода, которые говорили о том, вернее, с подтверждением фактов, что наша медицина, Тверская, была передовой в то время, вот еще в земские времена. И поэтому зародилась вот такая идея создать, основываясь на этих фактах, наш музей. Вы как-то выбирали, где он будет расположен? А помещение же ведь надо? Как-то ведь это финанс? Вы знаете, ну, в общем-то, история у нас очень трудная, у нашего музея. Мы долгое время подчинялись облздравотделу и находились в храме во имя, как он называется, во имя трех исповедников, напротив Афанасия Никитина. Вот очень много лет мы находились. Там непосредственно. Да, у нас там очень большая была площадь, сто с лишним квадратных метров. У нас там вот... Ну вот, а музей, в общем-то, он еще появился еще по той причине был, вот начали собирать экспонаты наши преподаватели Академии, тогда Мединститута. Вот там была такая известная Надежда Алексеевна Фролова, она историк медицины. И она стояла, в общем-то, у истоков этого музея все эти годы, была научным нашим руководителем. Вот и поэтому музей изначально создавали как базу учебную для студентов Медицинского института. Через наш музей прошли буквально все студенты тогда. То есть, что мы учимся на этих экспонатах, это действующее, можно сказать. И у них даже в учебную программу был включен курс «История Тверской медицины». Они сдавали зачеты и экзамены. И брали материалы непосредственно в музей. Да, непосредственно. Может быть, кто-то и защитился на этих материалах. Защищались, защищались, да, защищались. Особенно на теме земства защищались. Даже с географического факультета нашего университета защищались две студентки, брали материал у нас, черпали. Поэтому по образцу нашего музея были созданы музеи в других областях. К нам приезжали буквально откуда, только не приезжали. Учиться. Да, учиться. Даже из сибирских городов приезжали, создавали подобные музеи. Музей чем уникален? Он краеведческий. То есть, все материалы собраны на территории Тверского края. То есть, они поступили из семей медиков, наших тверских медиков, неоткуда-то. То есть, собирали по семьям, по домам, да? У кого что осталось, да? В течение 10 лет. В это время была архивная группа, которая прорабатывала документы. С документами в архиве работала. Поэтому у нас богатейший архив, богатейший. Но ведь с этим надо работать. Это надо, что называется, холить или лить. Вот я вижу, что вы принесли с собой интереснейшие фотографии. Да, сколько им лет? Ну, это много лет. Вот здесь фотография нашего великого Василия Васильевича Успенского. Известного нашего хирурга, который только что... Вот сейчас наши телезрители могут увидеть этого уникального человека. Вот такой он в 2018 году прибыл в город Тверь и возглавил больницу. Небольшую больничку, которую потом объединил и создал так называемый лечебный комбинат. Больничный городок. Туда входили очень много корпусов, в том числе те, которые сейчас относятся к первой городской больнице. Тогда еще Аваевская больница туда входила, Морозовская больница и первый родильный дом. Это все была первая горбольница? Да, это все больничный городок. Больничный городок, да? Да. Почему еще больничный городок он назывался? Потому что практически все медицинские работники, которые работали, они все жили где-то здесь в окрестностях. Ну, по идее, это ведь и верное решение, да? Чтобы быть рядом с работой, ведь и... Поэтому долгие годы, вот, старожилы, до сих пор называют старые люди, называют это место больничным городом. А больничный городок, это те, кто родились в Твери, мы так это и называем, то же самое, да, это так уже принято, это из поколения в поколение передавалось. Кстати, Марина Евгеньевна, сколько сейчас корпусов в больнице? Ну, вот, каждое отделение имеет свой отдельный корпус, который я перечисляла сейчас, да. Где-то у нас в общей сложности 16 зданий, но к нам присоединили, раньше была вторая городская больница, да, на Смоленском переулке 34, и в 2004 году к нам присоединили поликлинику. Это еще тоже к нам относится теперь. И так всего мы имеем 16 зданий. Хочется продолжить, вот вы показали фотографию Успенского, что еще вы принесли, Людмила Александровна, о каких людях можем сегодня говорить? Так, ну вот я просто хочу продолжить немножко про Успенского, потому что это личность, которая очень-очень значимая личность, это вообще, как Марина Евгеньевна сказала, что это гордость не только тверской медицины, это гордость вообще отечественной медицины. И ведущие хирурги того времени, известные очень имена, они вообще считали, что имя Успенского должно с ними стоять в одном ряду. И только лишь его политическая направленность, потому что он был в партии СССР, не позволила этого сделать. Вот эта интересная фотография, Марина Евгеньевна сказала о том, что он первый начинал, он много что начинал первым. Он оперировал буквально все, причем в условиях, тогда считалось провинциальной больницей, что считалось вообще делом удивительным. Он оперировал на сердце, он оперировал на мозге, он пересаживал мочеточники, он сшивал нервы, он с успехом делал онкологические операции. Вот он, еще раз повторюсь, он первый сделал переливание крови в городе Твери и одним из первых в стране. Тогда не все, даже в ведущие клиники Москвы и Петербурга занимались переливанием крови. В общем, смутные представления. То есть это была не система, это были единичные какие-то случаи. Это Москва и Петербург или Ленинград тогда, когда он уже стал Ленинградом. А Василий Васильевич рискнул это сделать в своей больнице провинциальной, причем очень успешно он сделал. Но это единственное, что случай, конечно, свел его, потому что в морозовской больнице, которая входила в состав больничного городка, была такая доктор Васильева, которая стала, в общем-то, умирала от кровотечения, желудочного кровотечения. И нужно было что-то делать. И Василий Васильевич рискнул это сделать. Он сделал прямое переливание крови ей и спас тем самым вот жизнь доктору. Это вот я хотела сказать, как вперед шагнула медицина, какое оборудование сейчас, да, чем располагают доктора, врачи, да? А раньше же ведь этого не было. Ничего не было, да. И ведь это же от умения человека, да? Конечно, от интуиции, да. От интуиции знаний. Буквально вот на следующий год он сделал два переливания крови, два переливания. И вот донором его стала известная Тамара Николаевна Михерева, которая долгие годы возглавляла онкологический диспансер, онколог. Онколог от Бога, ученица Успенского. Она большой интерес проявляла именно к онкологическим больным, к онкологическим операциям. Вот я для радиослушателей говорю, что сейчас Эдмила Александровна показала нам фотографию этого доктора. И вообще вот считалось, почему два только переливания, потому что доноров не хватало, не было доноров. У людей, у простых людей было мнение такое, что в крови душа человека заложена, ее нельзя разрывать на части. И если вдруг человек попадет в ад, то он часть души заберет вот в это темное царство. Поэтому доноров не хватало, доноров не было. Ну вот Тамара Николаевна стала постоянным донором. Опять-таки у нее, опять-таки трагический случай, у нее умирала дочка от дезентрии. И Василий Васильевич вот сделал тоже переливание крови, спас тем самым жизнь ребенка ее. И вот Тамара Николаевна стала постоянным донором вообще в течение всей жизни. Безумно интересно. Отец Роман, я знаю, что Вы сделали фильм документальный «Пирогов на Тверской земле». То, о чем рассказывает сейчас Людмила Александровна, Вы пользовались материалами Тверского музея медицины при подготовке фильма. И какие-то материалы пригодились Вам? Нет. Вот после того открытия, что Николай Иванович Пирогов был тверским дворянином, действительно, это было настолько интересно, настолько ярко, что действительно мы сделали документальный фильм «Фонд». Екатерина Вакунина его выпустил. Фильм такой простой и несложный, но в нем рассказывается вся история обретения этого научного исторического факта. А те, Роман, какой это год был? Это было 2015 год. То есть уже прошло, да? Уже прошло 100 лет. Да, и сейчас уже, например, в Максатинском районе это событие очень ярко освещается, и в Максатике существуют ежегодные пироговские чтения, такие кривические. То есть Ваша работа не прошла даром? Не прошла даром. А мне бы сейчас хотелось, еще раз возвращаясь к Успенскому, Людмила Александровна сказала, что у него была замечательная ученица, которая потом возглавила онкологический наш диспансер. Он был выдающимся педагогом. То есть он воспитал огромное количество врачей. Он был не просто врач от Бога, а он видел в окружающих его врачах именно таланты. И эти таланты взращивал, помогал им встать на ноги. И вот, я думаю, тоже в больнице Успенского можно гордиться. Я думаю, что сейчас коллеги расскажут. Одна из таких замечательных учениц Успенского – это Лидия Петровна Тихомирова. И вот, знаете, мы тут не сказали о том, что вот об этих медиках, которые работали в Первой городской больнице, советский замечательный писатель Борис Полевой, тоже наш земляк, он прославил их имена в двух своих замечательных советских повестях. Это «Повесть о настоящем человеке», где отражен Василий Васильевич Успенский. И «Доктор вера», где отражена его ученица Лидия Тихомирова. Лидия Петровна Тихомирова. И я даже слышал, что Марина Евгеньевна, что вроде бы Первая городская больница хочет открыть мемориальную доску, посвященную Тихомиру. Да, мы собираем этот материал. И я так думаю, вот когда мы победим коронавирус, мы продолжим дальше заниматься этим историческим материалом. Я хочу сказать, что Лидия Петровна Тихомирова с интересной очень судьбой, и она пришла к Успенскому работать медсестрой, закончив медицинский колледж. И именно Успенский увидел в ней очень большой талант. Это то, о чем говорил отец Роман, что умел разглядеть. Да, да, да. Умел своей ученице, и он ее называл «золотые ручки». И поэтому он говорил всегда, что ей надо обязательно дальше учиться и стать врачом. У нас в Твери тогда не было медицинского вуза, и она закончила московский медицинский вуз. И потом она вернулась к Успенскому работать с врачом-хирургом-травматологом. Самое интересное вот в ее биографии было то, что это... Ну, я не буду касаться, вот, там, репрессировали ее мужа, и она попала тоже под арест где-то на небольшой срок. Но самое интересное, это год войны. Когда был оккупирован наш город, подходили немцы. Она работала в госпитале, который был расположен в 6-й гимназии. И госпиталь должен был эвакуироваться. А у нее, значит, дома оставалась дочка маленькая и муж, и мама больная. И она попросила, чтобы ее отпустили с ними попрощаться. Ее отпустили, когда она вернулась, а она на Учительской, улице Учительская, она сейчас существует, жила. Госпиталь эвакуировали. И там никого нет. И тогда она узнает, что в нашей первой городской больнице, вот именно травматологический корпус, который вот и сейчас существует, в подвале остались раненые. И остались медицинские работники, которым нужна помощь. И она не испугалась, она не стала эвакуироваться, а пришла в первую городскую и начала оказывать помощь раненым. Делать операции. Делать операции. И продолжала работать вот в этом госпитале, но после того, как был освобожден город Калинин, теперь Тверь, да, она на полгода была НКВД арестована. Потом, значит, сотрудники, коллеги, больные, которые она лечила, ходатайствовали, они ее выпустили из-под ареста. И она прошла в госпитале до конца войны. То есть она не в нашем госпитале, а уже в Полевом госпитале до 1945 года работала хирургом. Вот. И ее, как бы, ангел-хранитель оберегал. Она не получила ни одного ранения, ни одной царапины, хотя работала под бомбежкой, под обстрелами. То есть очень отважно себя вела. И, конечно, она явилась прототипом именно в повести о настоящем человеке Бориса Полевого. Доктор Вера. Доктор Вера. Доктор Вера. Да, доктор Вера. Повести о настоящем человеке – это Успенский. Это Успенский. Да, Успенский. А она доктор Вера, да, извините, пожалуйста. И вот ее взяли за прототип хирурга. И, конечно, очень интересная личность. Она недалеко вот от нас и жила. И она воспитывала, у нее была большая семья, она воспитывала свою дочь и еще дочь к сестре, которая погибла во время войны. Вот. Всем дала высшее образование, детям. И, конечно, продолжала работать хирургом и дальше. Виктор Вера Александровна, у вас есть фотографии, да, мы можем показать наши телезрители? Да, я хочу просто добавить, что вот этот госпиталь вообще, он был как лазарет для военнопленных немцами устроен. То есть там были и мирные жители, которые пострадали от бомбежек, и артобстрелов, и также были медицинские работники. И, собственно говоря, цель у немцев была такова. Выходить вот этих вот раненых и потом отправить их в Германию все на работу. То есть вот такая была цель у немцев. Они каждый день приходили, навещали этот госпиталь. И каждый раз один и тот же вопрос задавали коммунисты, комиссары, кто здоров. И, конечно, положение было ужасным, катастрофическим положением было, потому что больные выздоравливали, естественно. Лидия Петровна Тихомировна вместе с сотрудниками госпитали помогала им, выхаживала их. И нужно был какой-то выход искать, и они этот выход нашли. И Лидия Петровна Тихомировна объявила, и вместе с доктором Василием, который главный врач был этого госпитали, они объявили о том, что среди раненых есть тифозные. И после этого немцы перестали переступать порог этого лазарета. Только единственное, через дверь спрашивали, те же вопросы задавали. И вот поэтому, конечно, риск, естественно, был высок. Причем этим офицерам раненым был придан гражданский вид, то есть форма вся была уничтожена, одеты они были в гражданскую форму. Ну, вот, как Марина Евгеньевна сказала, после освобождения города Лидия Петровна Тихомировна, конечно, попала вот под, так сказать, каток вот этой вот репрессии. И вот все медицинские... Как работник, который сотрудничал с немцами, вроде бы, в первом городе. Уважаемые друзья, но здесь нужно же говорить о, да, оклятыве Гиппократа, то есть врач должен лечить, потому что перед ним, прежде всего, человек. И вот только что, только заступничество вот этих вот больных, которых она выходила, спасло ее от расстрела. И все остальные сотрудники этого госпиталя, медицинские работники были расстреляны. Им была предъявлена 58-я статья. Вот единственная Лидия Петровна выжила. И, конечно, вот единственная... Да, и вот Борис Полевой, значит, написал вот эту повесть в 66-м году доктор Вера. И описывает оккупированный город Верхневолжской. Все, конечно, угадывали это город Калинин. И прототипом, конечно, тоже угадывалась вот Лидия Петровна Тихомирова, которая работала, оставалась в этом госпитале. И в 67-м году здесь начались съемки по этой повести. Начались съемки, в центре города они снимались, очень были такие масштабные съемки. Туда, интересно, Борис Полевой вспоминал в свое время, он говорил, что 300 человек пригласили на массовки, но пришло больше тысячи. И вот когда снимали сцену расстрела партизан, которое было знаменено, повешение было знаменено расстрелом партизан, то массовка не выдержала и бросилась спасать этих партизанов немцев. Так настолько вжились. Да, еще настолько были ярки воспоминания вот этих военных лет. И немцев удалось едва спасти немцев, в кавычках. И как Борис Полевой писал, и говорил, что это была самая яркая сцена в этом фильме. И вот слава-то как раз и свалилась. В 68-й год был на этой фотографии Ирина Тарковская, Ирма Рауш, она немка, которая исполнила роль доктора Веры. Вот они с Лидией Петровной на фотографии запечатлены. Надо же, это реальный человек и актер. То есть это уникальный случай, когда именно тверские врачи в двух повестях большого советского писателя нашли отражение. Это редчайший случай вообще в советской литературе. А, т. Роман, вот я хотела узнать, вот ваша исследовательская работа, о которой мы говорили, да, вот вы нашли в чем-то корне, да, Пирогова врача. Они не прошли по вашим ударам вот эта работа, если вы говорите, что Пироговские чтения, что там уже на этой земле чтят имя этого врача? Ну, вот смотрите, у нас недавно в Твери появилась больница имени Пирогова. Вот Марина Евгеньевна знает, правда, это больница частная. Вот, но тем не менее, они взяли имя Николая Ивановича Пирогова. И, знаете, вот я думаю, что еще в медицинском сообществе, еще нам предстоит вместе с музеем медицины, вот как-то это более рельефно проявить причастность Николая Ивановича Николая Пирогова к истории Тверской земли. Впрочем, как и некоторых других великих медиков. Вот, например, Николай Иванович Пирогов, основатель военно-полевой хирургии, в России в то время был еще человек, который был, конечно, помладше, чем Николай Иванович Пирогов, которого все-все-все знают, который основал военно-терапевтическую полевую службу. Это великий русский хирург Сергей Петрович Боткин, который тоже наш Тверской... Тоже корни, из Твери? Корни Тверские. Фамилия Боткина, это купеческий род из города Тарапца. Его отец был большим купцом Сергея Петровича Боткина, который занимался сначала хлопчатобумажной такой мануфактурой, перепродажей этих тканей. А потом занялся торговлей чая. И в то время, как раз это начало XIX века, в России в связи с развитием железнодорожного строительства, в связи с развитием дорог сместились и торговые центры, и центры коммуникаций. И город Тарапец, который был богатейшим городом и крупнейшим центром именно купеческой жизни, он отошел от основных торговых путей и вошел в число уже провинциальных городов. И некоторые купцы, в том числе и Боткины, чтобы продолжить блестящую купеческую свою карьеру, они выбирали другие города. И как раз Боткины ушли в Москву, чтобы там начать заниматься чьей торговлей. И отец великого русского терапевта Боткина, Петр Кононович Боткин, стал одним из лидеров вообще чьей торговли в России. Это был богатейший человек, просто по нашим меркам это миллиардер, который дал всем своим детям блестящее образование. У него было более 14 детей. И вот многие стали, кто-то стал, пожалуй, покупеческой линией, но большинство стали такими деятелями искусства, литературы, художественной такой направленности, собирателями, коллекционерами искусств. А вот Сергей Петрович пошел на медицинский факультет, хотя он всю жизнь мечтал стать математиком, но когда он пришел поступать в Московский университет, в это время для частных гимназий, которые были в то время в России, был закрыт доступ к поступлению в университет, и можно было поступить только на медицинский факультет. И он идет, поступает на медицинский факультет, и так вот не родился великий математик, может быть, но родился великий терапевт. Ничего случайного в жизни не бывает, да, все равно вывел нам. Да, и как мы называем Пирогова великим русским хирургом, основателем русской хирургической школы, так Сергей Петрович Боткин, это основатель российской терапевтической школы, это человек, который начал заниматься именно инфекционными заболеваниями, построил первую в России инфекционную больницу, известную, Боткинскую. И, конечно, об этом человеке можно говорить очень долго, это ярчайшая личность. И вот знаете, что меня всегда поражало в таких людях, что если подробнее ознакомиться с их биографией, то мы увидим уникальный факт. Во-первых, Боткин прожил очень короткую жизнь, он умер 57 лет. То есть это для ученого... Ну, по современным меркам это совсем нечего. То есть он умер в рассвете своих творческих сил, и сколько он успел сделать за то короткое время. А возьмите Николай Иванович Пирогов. То есть мы говорим, великий русский хирург, но мало кто знает, что он большую часть жизни за ним уже хирургией не занимался. То есть его отстранили в 1856 году от преподавательской деятельности в медико-хирургической академии. Это была очень такая сложная история, потому что Пирогов был человек, который прямо говорил в лицо людям все, что о них думает. Неудобный был человек. И после 1856 года, а умер он в 1881 году, он прекратил заниматься медициной. Он ушел в образование. Но такой след оставил. Но оставил такой след. То есть это были просто теоретические личности. Ярко, как звезда. Да, как звезда. Людмила Александровна, то, о чем рассказывает отец Романа относительно Боткина, у нас тоже как-то есть отражение. Должно появиться. Должно появиться. То есть есть к чему. Работы впереди очень много. Именно совместная работа, да, отец Роман? Кстати, Марина Евгеньевна, мне почему-то кажется, что это довольно-таки обидно. Почему частная клиника носит имя Пирогова? Наверное, была бы неплохая идея присвоить это имя к какой-нибудь государственному медицинскому учреждению. Ведь есть за что побороться и с гордостью носить это имя. Я с вами согласна, конечно. Уважаемые друзья, время нашего эфира подходит. К сожалению, к концу мы сегодня вспомнили, что 70-летие Победы, 2020 год. Я знаю, что президент учредил новые награды для медиков. Да, что это за награды? И есть ли уже обладатели этих наград у нас на Тверской земле? Ну, я знаю, что у нас на Тверской земле награждены медики. Я не знаю, Марина Евгеньевна, в вашей больнице кто-то получил такую награду? А сейчас мы награды эти как раз вот, ну как, материал готовим для наград. Это как раз орден Пирогова, да, и медаль святителя Луки Крымского, да? Это новая... Что это за награда? Несколько слов о них. Ну, знаете, вот эта проблема с коронавирусом, она выявила очень такую, ну, отчасти общественно значимую проблему о том, что у медиков крайне мало государственных наград. То есть медики, в отличие от военных, они как-то объединены. И вот президент своим указом вводит новые награды, орден Пирогова и медаль Луки Воина-Ясенецкого. Причем мне как-то интересно так получилось, что оба были хирургами, и Лука Воина-Ясенецкий, и хирургов, и оба работали именно по военно-полевой хирургии в такой особой области. И вот интересно, что я думал, ну, почему же в честь Боткина не вывели награду? Потому что именно он занимался инфекционными болезнями. Инфекциями, да. То есть он основал первую инфекционную больницу. И вот сейчас, как раз когда очень сложная эпидемическая такая обстановка, было бы, конечно, интересно отметить труды этого человека. Но может быть, все еще впереди тоже есть работа. Эта ситуация обострила очень много вопросов, да? На которую многие не обращали раньше внимания. И жизнь-то наша изменилась. Марина Евгеньевна, буквально несколько секунд ваше пожелание. Вы, доктор, ваше пожелание жителям региона. Непросто, тяжело. Но как себя уберечь? Вот мои такие пожелания. Значит, вот сейчас был День медицинского работника, да? Мы очень много говорили лестных, прекрасных слов в адрес медицинских работников. Что им очень тяжело, что им трудно трудиться. Но у меня обращение именно к жителям Твери и Тверской нашей земли. Вы уважаете медиков, вы к ним уважительно относитесь. Поберегите их. А значит, первое – это поберегите себя. Не забывайте, что вирус, он есть, он нас окружает. Поэтому надо уметь защищаться. Это в общественном транспорте, это в магазинах, в аптеках. Пожалуйста, не забывайте мыть руки, обрабатывайте средствами, стараться не собираться большими компаниями. Да, лето, прекрасная погода, но мы не забываем, что именно медики сейчас работают как в военных условиях. Вы понимаете, жарко, на улице жарко, в помещениях тоже жарко. А они одевают вот эти вот маски, очки, противозащитные костюмы. Халаты, да. Сверху еще халаты, бахилы, двое перчаток. И идут вот в эту красную зону. Когда они туда выходят, они выходят мокрыми. Мокрыми. С них течет просто. Поэтому давайте будем беречь себя, а тем самым беречь наших медицинских работников. Главный врач областной больницы Сергей Евгеньевич говорит, мы на войне. Уважаемые друзья, победим в этой войне? Конечно, победим. Надо верить в это, да? Конечно. Обязательно. Без этого нам никуда? Ну, я хочу сказать, мы, наш компьютерный томограф в первой городской больнице работает на весь город Тверь. Это по скорой помощи к нам привозят больных на обследование. И 10 муниципальных образований мы обследуем пациентов. И вот последнюю неделю мы видим значительный спад вот этих обследований. Значит, все-таки победа за нами. Значит, вирус немножко отступает. И мы надеемся, что с каждым днем, с солнечными лучами, с хорошей погодой, вирус все-таки отступит от нас. Настроение. Да, тем более, что вместе с нами такие великие люди, которые именно медики, которые, может быть, нас оберегают. И буквально несколько слов, Людмила Александровна, сейчас кто-то, кто может прийти и посмотреть на экспонаты музея, куда это можно прийти? Это у нас улица Склесково, 70, бактериологическая лаборатория, где вот наша клиническая, напротив 6-й больницы. Улица Склесково, напротив 6-й больницы, входа в 6-ю больницу. Есть бактериологическая лаборатория областной больницы. Вот со двора вот этой лаборатории войти. Пожалуйста, с понедельника по пятницу мы работаем. Вы работаете, и можно прийти к каждому жителю Твери посмотреть? Да, к каждому, бесплатно. Бесплатно. Удивительно. Спасибо, уважаемые друзья, за участие в нашей программе. Очень было интересно. Я думаю, что работы еще у вас очень много впереди. И пусть она не будет касаться коронавируса. Пусть это будет исследовательская работа и помощь в каждодневных наших житейских телах. Спасибо огромное. Всего доброго. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова